МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Современные технологии позволяют нам творить, используя при этом минимальные подручные средства. А значит, пришло время молодежного кино. Этой осенью Казанский федеральный стал местом встречи творческой молодежи. Международный фестиваль студенческих аудио- и видеоработ собрал в стенах университета начинающих журналистов и режиссеров из России и зарубежных стран. Этот фестиваль окружает очень круглые даты. 210 лет Казанскому федеральному университету, 110 лет назад зародился кинематограф. И вот кино в КФУ сегодня. Это новая эпоха, новый виток, когда появляются новые авторы. Они не профессионалы, они любители, они вытаскивают свои истории. Я не понял, а что это ожидает? Слышишь? Простите. Вот ваш корм. Чё сказал? В номинации «Видеопроект» на конкурсы были выставлены художественные и документальные короткометражные фильмы, студенческие телевизионные программы, анимационное кино и даже видеоклипы. Авторы работ получили возможность узнать мнение профессионалов о своем творчестве и получить советы и рекомендации, а также просто пообщаться с мастерами киноиндустрии во время мастер-классов. Во-первых, мне всегда нравится, когда развивается молодежное кино. Во-вторых, мне очень нравится, что площадка выбрана на КФУ, потому что я думаю, что здесь очень большая перспектива для роста. И вообще много творческих людей, которые ищут возможность реализовать себя. С этой точки зрения мне очень нравится то, что здесь происходит. В стенах университета гостям фестиваля не только было что посмотреть, но и что послушать. Работы в номинации «Лучший аудиопроект» оценивали именитые радиоведущие, редакторы и композиторы из Москвы и Казани. Всем привет! Я Лерика, ведущая и главный редактор БИМ-радио. Собрать настоящее созвездие именитых специалистов в Татарстане помогли коллеги из Фонда независимого радиовещания, которую уже много лет организует Всероссийский фестиваль студенческих СМИ в столице. Хорошо, что проект не в Москве, а проект в Казани. И это возможность на таких серьезных молодежных площадках, это хорошо, что молодежных, где такие яркие, красивые глаза, энтузиазм, желание делать новые медиа, новые СМИ, процветает. Мы сказали, давайте будем взаимодействовать, предложили программу по аудио, надеемся, что она будет полезна и позволит тоже задуматься о каких-то серьезных журналистских вопросах, которые стоят перед сообществом. За два дня работы фестиваля из мастер-классов, лекций и бесед студенты узнали о том, откуда берутся эксклюзивные интервью, как снять фильм с одним актером, как психологически воздействовать на зрителя и многое другое. Своими научными изысканиями в области развития телевидения участники фестиваля делились на научных конференциях и круглых столах. Нравится, что есть круглый стол, то есть можно не просто послушать профессионала, о том, что нужно делать в какой-либо сфере, а именно отношение к работе разных людей, отношение к какому-либо вопросу. Чувствуется, что интеллектуальный уровень высокий и достаточно широкая свобода восприятия. Люди готовы воспринимать. Ощущалось мало критики. Зачем я говорю о критике? Люди были готовы воспринимать. А для выступающего это самое ценное, что только может быть. Как отметили многие участники фестиваля, большое удовольствие они получили от неформального общения. Ведь одной из главных ценностей подобных мероприятий является возможность познакомиться с единомышленниками и взглянуть на себя со стороны. Да, конечно, очень приятно получить премию. И действительно надо получать премии. И это хорошо. Я ни в коем случае не хочу нивелировать ценность призов. Потому что действительно признание. И это всегда очень приятно. И если вы сделали что-то хорошее, ваши достижения должны быть оценены. Но любой конкурс – это возможность посмотреть, что делают другие. А это то, чему надо учиться. Учиться надо у коллег. Для творческой и продвинутой молодежи Казанский федеральный действительно стал местом, где можно и на других посмотреть, и себя показать. И хотя уровень конкуренции на фестивале оказался достаточно высоким, участников конкурса соперниками назвать было трудно. Очень много новых ребят. Они отнеслись к нам невероятно дружелюбно. Это было чудесно. Мы такого теплого приема, правда, не ожидали. Мы просто не знали, к чему готовиться. И то, что мы увидели, оно нас не только удивило, но еще и вызвало очень теплый отклик внутри наших душ. Поэтому мы невероятно счастливы. О том, что фестиваль студенческого видео и аудиотворчества в Казанском федеральном появился действительно вовремя, можно судить хотя бы по количеству заявленных участников конкурса. На победу претендовали более ста работ со всей России, а также из Белоруссии, Казахстана, Украины и даже Германии. Мы очень рады, что три нашей работы прошли конкурсный отбор. Все три работы. Мы из Иванова, химикологический университет. Я всегда раньше думал, что обучение телемастерству, киномастерству происходит только у нас в Москве, во ВГИКе, в каких-то еще там, в Московском институте телерадио, Станкино, может быть, оказывается, здесь, в Казани, в городе, который более роднее, скажем так, чем нежели Москва, оказывается, тоже такому учат. Такому в Казани действительно учат. И учат не просто за партами, а в современных телестудиях. Медиа-центр Казанского федерального университета «Универс Матри» не случайно стал площадкой проведения первого международного фестиваля молодежных видео и аудиоработ. Команде первого в Казани студенческого телевидения есть чем поделиться с коллегами. Сотрудники «Универс Матри» рассказали о работе канала и провели экскурсию по своим владениям для гостей КФУ. Наш институт – это главная рабочая площадка фестиваля, главная его организация и, думаю, что главные участники. Ибо фестиваль – это, в первую очередь, для студентов, для молодежи, для наших журналистов, телевизионщиков. Насыщенную программу фестиваля завершило самое волнующее мероприятие – церемония награждения победителей, в преддверии которой прошла студенческая выставка по дизайну «Ассалтаж». Очень приятно, что на вот этот форум, на конкурс представлено очень много интересных работ. Накануне, вот как раз до завершающего мероприятия, состоялось открытие выставки «Три-довиртуальный тур» по объектам культурного наследия. Как признавались члены жюри, оценивать работы было непросто. Уж очень много достойных претендентов на победу. Я была удивлена даже в чем-то, потому что я думала, что это будут в основном такие обывательские работы, записанные на смартфон, и там простые какие-то подложки, несложные сведения. Но особенно некоторые работы меня просто поразили. Сама идея, что именно на площадке КФУ проходил такой фестиваль, меня очень вдохновляет. И если вот среди ребят, те, кто предоставил своей работы, кто-то пойдет дальше, ну это обязательно. Вырастет поколение абсолютно таких крепких профессионалов, и это не может не радоваться. Среди сотни работ компетентное жюри выбрало победителей в восьми номинациях по направлениям аудио и видеопроект. Председатель жюри, кинорежиссер, сценарист, народный артист России Алексей Герман открыл церемонию награждения. Хотел бы поприветствовать открытый фестиваль молодежных и студенческих аудио- и видеоработ вовремя. Мне кажется, это очень хороший фестиваль. Я хотел приехать в Казани, но не смог из-за фильма «Доблатов», который мы сейчас делаем. Кстати, Чопан Хаматов. И я хотел бы пожелать всем ребятам, чтобы у них была возможность снимать фильм. Призерами фестиваля стали студенты из Москвы, Саратова, Санкт-Петербурга, Донецка, Чебоксар, Иваново, Набережных Челнов и Казани. Знаете, я очень рад, что такой фестиваль прошел в Казани. Все наши ребята, коллеги, которые посетили и видели фильмы, отметили высокий уровень того, что здесь представлено. Это вообще очень здорово. Я желаю удачи. Пусть он поставит такую высокую планку. И в добрый путь пусть будет продолжение. Аплодисменты, уважаемые друзья. И мы продолжаем. Итак, наступил, наверное, самый важный момент нашего фестиваля. Это... Гран-при видео. Очень эффектно, потому что, действительно, гран-при – это лучшая из лучших работ. И это чуть на шаг впереди всех остальных. Итак, пассажир. Максим Лагунов. Город Чистопы. Да. Видел, сколько народу. Люди на такое быстро слетаются. Идешь по улице, никто в глаза не смотрит. Не хотят живые, на живые плететь. Конечно, были споры. Это было неоднозначно. То есть, что выиграл пассажир, потому что еще шла... Вторым кандидатом шел фильм «Видя выход». И этот спор, он был обусловлен тем, что чисто в качестве профессионального, предположим, по картинке, по всем использованию актеров, видеовыход как бы лидировал. Но отдали приз пассажиру по простой причине, что молодой человек, который готовил этот фильм, делал все сам. Он был актером, он был режиссером, он был оператором. Снимал он у себя в квартире, в комнате, используя зеленку. То есть, ну, это достойно уважения. Важно и то, что были работы с Украиной и Донбассом. Были две представленные работы, и мы их отметили. Они достойные обе работы. Это здорово. То есть, война войной. Нас искусство войны не интересует. Ну, а аудиогран-при выиграла набережная Челнинская. Радио «Ура», она уже достаточно известная. В смысле, таких каких-то сюрпризов, там, как бы, и каких-то разногласий между членами жюри не возникало. Грам-при аудио. Обладателем является творческая группа молодежного радио города Набережные Челны. Ура! Мы очень много делали для того, чтобы наше радио становилось от дня все лучше и лучше. И вот, наконец-то, награда нашла своих героев. Да, вот такие у нас учебные. Ну что ж, на этом можно поставить паузу. А вот, что мы увидим с вами далее, зависит от участников следующего международного фестиваля вовремя. А значит, продолжение следует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова